Без малого 11 тысяч жителей в станице Анастасиевской и почти 1800 проживают в хуторах Ханьков, Прикубанский и Урма, которые входят в состав Анастасиевского сельского поселения. Второе по численности в Славянском районе это поселение известно своей развитой экономикой и хорошим благоустройством. И причем с каждым годом здесь становится все лучше. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно проанализировать все сделанное за прошедший год и в случае необходимости внести коррективы. О том, что удалось сделать в 2019 году, глава поселения Александр Семко на расширенной сессии совета доложил жителям и депутатам. В докладе главы было сказано, что за минувший год поселением выполнены плановые показатели по формированию бюджета, собранные средства, направленные на развитие социальной сферы и благоустройства. На выполнение запланированных по наказам и обращениям жителей мероприятий по благоустройству жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности дорожного движения в прошедшем году было израсходовано 44 млн. 244 тыс. рублей. Основные расходы были произведены на ремонт уличной дорожной сети. Их объем составил 40 млн. 662 тыс. рублей. Выполнен ремонт дорожного покрытия на 14 объектах. Администрация и советы Анастасийского сельского поселения стремится достойно выполнить все полномочия, определенные 131 федеральным законом о местном самоправлении. Итоги прошедшего года говорят о значительном труде многих людей. Благодаря участию в целевых программах и активной жизненной позиции главы поселения удалось привлечь из краевого и районного бюджетов на 27 млн. 717 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Это позволило сделать большой шаг вперед в благоустройстве. Анастасиевские спортсмены и физкультурники получили прекрасный подарок спортивный комплекс «Олимп». Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал о том, что сделано в прошлом году по социально-экономическому развитию муниципалитета. Участие района на условиях софинансирования в краевых целевых программах и реализация муниципальных программ по развитию водоснабжения, теплоснабжения, систем наружного освещения, населенных пунктов, ремонту дорог позволили решить ряд проблем ЖКХ. В нашем районе реализуется очень важный федеральный проект информационная инфраструктура. Он помогает повысить качество сотовой связи, дает возможность доступа к сети, интернет, сельских поселений. Для этого администрация района выделены земельные участки для строительства в Забойском и Черный Ерик, базовой станции и дополнительных вышедших трансляторов. В Анастасиевском поселении еще, конечно, есть нерешенные вопросы, но они постепенно решаются. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко положительно оценил доклад главы сельского поселения. Сегодня много было хороших слов сказано в отношении нашей станицы, она цветет, благоустраивается и процветает. Я хотел бы что сказать. Да, сегодня Александр Леонидович докладывал о бюджете. Казалось бы, 85 миллионов – это колоссальные большие деньги. Но в 20 минутах, в которых он излагал свой доклад, мы все внимательно смотрели, сколько сделано. А самое главное, что сегодня цена любого руководителя – это привлечь инвестиции. Прежде чем принять отчет главы поселения, жители задали свои вопросы, на которые получили конкретные и подробные ответы. Власть на местах взаимодействует с жителями и отлично знает их нужды. Анастасиевцы не остаются в стороне при решении общественно важных проблем. У нас большое количество людей, которые помогают друг другу. Соседи – это добровольцы Серебряного века. Они очень активно участвуют тоже во всех мероприятиях. Поэтому я считаю, что если бы была оценка сказать «хорошо» или «отлично», то люди бы с удовольствием сказали бы, что «хорошо». Вместе с жителями, вместе с батюшкой мы возрождаем и стараемся сделать нашу станицу действительно красивее, уютнее для наших жителей. Семко знает каждую бабушку, каждого жителя, каждого казака. И ко всем он подойдет со своим добрым словом, с решением любого вопроса. Каждый хочет, чтобы все лучше становилась Анастасиевская, все более совершенной, современной, благоустроенной. И, конечно же, администрация всегда идет навстречу к нашим жителям, рассматривая их вопросы, обращения, исполняя наказы. Поэтому у нас очень сильный глава в этом плане. Старается всегда быть впереди всех. По итогу расширенной сессии депутаты единогласно признали работу главы и администрации поселения удовлетворительной. В поселении и в нынешнем году планируют продолжать работы по благоустройству. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа события.